Загадки Великой Отечественной. Почему кобура и затворы у немцев слева, а у русских справа? Именно в деталях часто кроется самое интересное, за ними глубокая суть. Замечали ли вы, что офицеры вермахта в войну носили кобуру слева, а командиры Красной Армии справа? Редкие исключения лишь подтверждали это общее правило. Более того, затвор на немецких пистолетах-пулеметах также всегда слева. МП-38 дробь 40, а у нас, опять же справа, ППШ-41 ППС-43. Случайность ли это? И не отсюда ли пошло известное выражение, что русскому хорошо, то немцу смерть? Давайте разбираться. Начнем с затворов. На немецком ПП затвор тянется левой рукой, на советском правой. И на первый взгляд кажется, что советский вариант легче. Но только на первый, и если вы держали только автомат Калашникова. Дело в том, что на ППШ-41 есть полноценный приклад, он упирается в плечо. Левая рука у магазина, или на цевьё, свободна только правая, ей остается затвор. А теперь посмотрите на немецкий ПП, он сразу кончается рукояткой. За нее-то и держится правая рука, то есть занята всегда. Значит затвор остается тянуть свободной левой. Расположение затвора также влияет на то, как носить оружие. Немцы носили пистолеты-пулеметы стволом направо, так как затвор бил по телу, что неудобно и оставляло синяки. Другой причиной левого затвора называют возможность быстро привести оружие в боевую готовность. Снял с плеча, правая на рукоятке, левый взводишь и огонь. Но как это бывает, истина где-то посередине, и конструкторы учли все факторы сразу. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Теперь насчет кобуры пистолета. Тут сложнее, на исторических и оружейных форумах споры не утихают, но есть несколько весомых аргументов. У солдат и кавалеристов царской России традиция носить холодное оружие появилась после серии войн на Кавказе в 19 веке. Оно крепилось на левый бок, чтобы рубить врага с первым взмахом. Соответственно, осталось место только справа, посередине мог быть еще кинжал. Револьвер, покупаемый в царской армии самим офицером как личное оружие не выдавали, вместе с кобурой цеплялся на поясной ремень с правой стороны, где ничего не было закреплено. В Красной армии не стали изобретать велосипед и оставили все как есть. Кстати, кобуры всегда шились на правшей. Самое забавное, что в Первую мировую войну немцы также носили пистолет с правой стороны, а свои шпаги и сабли с левой, как и мы. Немцы заменили шпагу пистолетом, убрав ее в сторону. И получается, правый достаешь пистолет, левый удерживаешь поводья. Возможно, не стали сдвигать направо, так как неудобно было бы запрыгивать на лошадь. Во Вторую мировую войну длинноклинковое холодное оружие у немцев, отказавшихся от кавалерии в пользу танковых кулаков, потеряло свою актуальность. А вот в Красной армии благодаря клему Ворошилову кавалеристы продолжали оставаться в почете. Для удобства они крепили шашки слева, а пистолеты справа. В итоге, оба варианта стали традиционными. Смотрите дальше, дальше будет интересней. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Версия вторая, удобство. В данном случае причин очень много, а скорее всего, следствий. Выделим наиболее упоминаемые плюсы для каждого варианта. Ношение слева, вытащить оружие правой рукой просто удобнее, особенно сидя в машине, а их было много у вермахта, или в тесном помещении, а стоя даже левой. Не заломают руку сзади при попытке потянуться к кобуре. Основное оружие, которое держим и носим справа, ни за что не цепляется и приводится в боевую готовность практически мгновенно. Ношение справа, пистолет можно достать, лежа на земле, если правша. Пистолет в паре сантиметров от кисти, надо только вытащить и поднять. Если слева, надо дотянуться, если пузо не мешается, а потом по дуге вести обратно. Длины страховочного ремня, чтобы не потерять пистолет, не хватит от левого бока. А вообще на фронте делали так, как удобнее во айнаже. Например, те же педантичные немцы цепляли кобуру в зависимости от самого пистолета, слева под большие и длинные, справа под компактные. Для раздумий, сегодня кобуру крепят в основном справа.